Всем привет, мои хорошие девочки! Я иду в магазин. На улице мороз и солнце, и ветер. Поэтому, если будет какой-то звук посторонний, это значит, ветер дует. Но холодно, однако. В общем, не буду долго на улице сейчас снимать. В магазине тоже в маске неудобно разговаривать. Ну, посмотрим, может быть, что-нибудь удастся мне для вас снять. Ну что, девочки, пойдемте сначала сходим в фикс прайс. Посмотрим, что там хорошего есть. Ну вот у нас прямо на входе есть всякая разная мешара, разноцветная. Но только я тут не вижу белую. Белую или серебристую. Для того, чтобы повесить на стенку там, где вы мне посоветовали. Ну вот такая только есть. Но я пойду еще дальше, посмотрю, что там. Больше я не вижу белой нигде. А вот смотрите, какие симпатичные подсвечники. Вообще красота, да? Ну, мне он не нужен, а стоит 99 рублей. Маски, игрушки. Так, ладно, идем дальше. Подарочки тут всякие есть для детей. Но, честно говоря, я не знаю, насколько там свежие конфеты. Я, наверное, подарочек все-таки сама соберу своим внукам. Готовый не буду брать. Светильник новогодний домик. Прикольненький. Такой вот тоже. Ну, и полно игрушек всяких разных. И большие, и маленькие есть. Вот это тоже ночник такой, светильничек есть. А вот гирлянда прищепка, звездочки. Тут что-то еще такое, не поймешь. Это снежинки. А вот это елочки. 199 рублей. Что вот это? Гирлянда новогодняя. А это вот такая вот. Ну, она, наверное, на батарейке. На батарейке не хочу уже брать. А вот кружка, смотрите, 77 рублей. Бычок. Прикольненькая. Елка настольная, светящаяся. 199 рублей. Ну, ничего так. Ну, и вот игрушечки. Вот эти вот маленькие, как раз для моей елочки, подходят. 149 рублей. Ну, у нее часто много не нужно игрушек. Мне хватает пока. А вот такие бычки разные всякие. С денежкой есть. Магнит, символ года. 50 рублей стоит. А вот эта свеча. Стоит тоже 55 рублей. Бычки тоже разные. И вот это елочное украшение. Тоже вот бычок. Короче, разные символы бычков есть. 50-55 рублей стоит. И даже вот такие стеклянные есть. Вот какие интересные штучки тут висят еще. 77. Я не могу понять, это что. такое елочное украшение. Симпатичная русалочка тут. Корона какая. А вот елочки 199 рублей. Вот одну украсили. Вот немножечко игрушек и уже елка. Ну, ничего так. Вреденькая правда, но дешевая. Вот такие есть пакетики для подарочков. Как раз такой размер. Ни большой, ни маленький. И вот здесь две штуки. 55 рублей идут. Они скреплены. Вот это надо, наверное, взять и детям, внукам собрать подарочки. Тут есть другие цвета еще. Но серебряный, по-моему, неплохой. Вот. Золотистенький есть. Ладно, мне серебряный нравится. Возьму его. А есть еще вот такой набор. 55 рублей. Там большой, средний, маленький пакетик. Стакан для напитков с двойным стеклом. Прикольный. Блестяшки, они там между стеклами. Напиток наливаешь. Прикольный, да? 99 рублей стоит. Ну и все, девочки. Обошла весь магазин. Вернулась я к этому месту. Смотрю, серебристая. Ну, серебристую не хочу. Белую бы я взяла. Все, иду на выход. Пойду в другой магазин схожу. Девочки, идем в донские традиции. Мясокомбинат. Посмотрим, насколько у нас мясо подорожало или нет. Нужна говядина, индейка. Так, говядина, мякоть 439. Антрикот на костей 369. Ну, чуть-чуть дороже стало мясо. Мякоть была подышевле. Так, фарш куриный не нужен. Свина нет. Что еще? Индейка, индейка. Филе грудки 329. А индейка бедро 349. В общем, разница небольшая. А это бедро на косточке 299. Так, понятно. Понятно. Так, говядина. А, говядину мы уже посмотрели. Ну, все. Свинину я, наверное, брать не буду сейчас. Интересно, девочки, у вас цены такие или дороже? Так, свинина, окорок 255. Почечная 289. Так, свинина, лопатка. Окорок, наверное, вот эта мякоть и будет. Ну, ничего, нормальная цена, в принципе. Ребрышки 249. Свинина, корейка 269. Шейка 325. Вырезка 319. Кузанина 229. Все, что хочешь. Рулька 129 рублей килограмм. Ну, все, девочки. Я добралась до конфетного отдела в пятерочке. И сейчас я своим внукам что-нибудь пановыбираю. Дома уже вам покажу, что. Ну, и мандариночки взять, и хурму надо взять. Святое дело обязательно. На подарочки внукам нужны мандаринки. Все, девочки. Пришла я домой. Опять полные сумки понабрала. Ну, на этот раз я брала уже мясом. Затарилась. И, в общем-то, эфф экспрессии была. Пятерочки. Сейчас я вам все покажу. Ну, начнем с мяса. Свинина, окорок. То есть, это вот мякоть без косточки. Я здесь набрала сколько? Три с половиной килограмма на 894 рубля. Ну, по 255 рублей за килограмм. Говядину я взяла 1,662 кг по 439 рублей и всего на 729 рублей взяла. И вот это индейка бедро без косточки. Так, там ценника нету. Вот здесь, сейчас посмотрим. Индейка бедро бескостное. 1,868 кг по 349. Всего на 651. В общем, мясо набрала на 2280 рублей. Вот так. Ну, это я взяла не только себе, еще и дочке. Там еще на Новый год. В общем, мы поделимся. Так, ну, поехали дальше. Ну, а что я взяла в фикс прайсе? В общем-то, то, что я там хотела взять, я не взяла. Но взяла вот два пакетика таких и при том, я думаю, что они мне даже будут маловато. Что-то я набрала сладости столько. Ну, два пакета стоят 55 рублей. Ручки у меня закончились. Вот такие желтенькие я люблю. 77 рублей 10 штук стоит. А вот любятовые я взяла, тоже у меня закончились. Люблю вот такие вот мёсли, как печеньки. Вкусные они по 50 рублей. По 27 рублей вот такие баночки. Кукуруза, горошек, красная фасоль. Ну, это вот в салатики добавлять. Ну, и взяла я деткам уже скитлс. Вот такие вот. Вот такие по 12 с чем-то, да? 12,50, по-моему. Это 23,50 стоит штука. Это 25. В общем, небольшой такой взяла наборчик. Но больше всего я набирала в пятёрочке. Смотрите, сколько я всяких сладостей понабрала в пятёрочке. Я же говорю, мне этих кулёчков не хватит. Чё-то бабушка разошлась. Ну, хочется внукам сделать приятное. Масло растительное взяла. Хурму, мандарин я взяла в ларьке. Груши в магазине в пятёрочке. Ну, и ещё в пятёрочке я взяла хлеб, огурчики, приправы тут, лук, зелень. Вместо сметаны буду вот эту активию ложить, салатики. И крабовые палочки. Хочу сделать салат с крабовыми палочками. Ну что, девочки, вот я наконец-то добралась до формирования подарочков. А то внучка придёт вечером, ей захочется вкусненького. А я ей подарочек вручу. Я не буду ждать Нового года. Пускай ребёнок кушает, наслаждается. В общем, я тут набрала на двоих. И дынечки, и насечки. И вот это я брала всё по две штуки. Вот такие вот конфетки. Вот это вафельки. Вместо вафелек такие конфетки с вафлями. Ну, вот это мармеладки. И вот это пчёлка мармеладки разные. Ну, вот это лёвушка. Конфетка мягкая, вкусная. В общем, такие все вкусные конфеты. Не стала брать никаких карамелек. Кто их там любит, никто не любит. Сейчас всё поскладываю в кулёчки и поставлю под ёлочку. Ну, вот у меня всё поместилось. Вот такие прекрасные подарочки получились. Хорошенькие. Ну, всё, я довольна. Я детям, внукам, внукам своим подарки приготовила. Всё, девочки, я под ёлочку положила. Подарочек от Деда Мороза. Пошла я в детский сад за Настей. Ну, чё, теперь можешь заходить. Иди к ёлочке, смотри. Раз, два, три, ёлочка, гори! Ой, да, смотри, как красиво, да? Сколько моргающих, мерцающих огоньков. Что ты там увидела? Что это? Это тебе Дедушка Мороз оставил подарочек под ёлочкой. Ты же. Да, можешь брать его. Это шарик. Бери подарочек, садись за стол. Раз ты уже поужинала, что там написано? С Новым Годом. А тут светочки. Подожди. Сейчас я включу немножко свет. О, красиво у меня. Нарядно, да? Да. Что интересненько. Давай на стол ставь. На столик ставь. О, там чипа-чупс. Там много чего. Ставь на столик. Покажу. И можешь доставать. Мама, много чипа-чупс. Там много всего. Раз чипа-чупс. Два чипа-чупс. Там где-то ещё нужно. Три чипа-чупс. А где-то ещё. Три чипа-чупс. Можешь высыпать на стол подарочек. Аккуратненько, чтобы не рассыпалось на пол. Высыпай аккуратно на стол. И будешь смотреть, сколько там всего интересного. Ой, ну-ка осматривай давай. Смотри. Вот такая есть вкусняшка. Вот такая вкусняшка. Это новая какая-то? Ну, это такая вот киндер шоколадка. А это вот такая шоколадка с кремом внутри. Это печеньки? Печеньки. Вот это вафельки. Джек. А это что? Скитлс. Ну, пока это конфликт готово. Ну, давай. В общем, ты сейчас что-нибудь давай выбери, покушай. А остальное обратно сложим и домой заберёшь. Чтоб не объелось сладкого. Да, Настюля? Чтоб не объелось сладкого. Чтоб не объелось сладкого. Ой, 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 ой. Ты рада, скажи? Да. Да. Столько вкусностей. Вот это ужин, да? Мечта ребёнка. Не, ну она поужинала в садике, так что после ужина можно. Вкусная? Вкусная. Ну, кушай, тебе теперь есть чем заняться. Вот это счастье у Насти, да, Настюля? Сладкий стол. Сладкий стол. Вот это радость какая. Красота. Ну, кушай давай, кушай. А где все? Насте понравилась ёлочка, всё, лампочки, всё понравилось, всё красиво. Ну, всё, будем отдыхать. Довольный ребёнок. Жуёт конфету, шоколадку. Ну, вот и всё, мои хорошие. На этом я хочу своё видео закончить. Кто-то может сказать, что бабушка подарила подарок слишком рано. Внучке. Но я вам хочу сказать, внучке приятно, что подарок подарили. На утренниках тоже раньше дали. А я ж не знаю, когда я внучку увижу в следующий раз. Да, Настюля? Поэтому я решила уже не тянуть резину, а подарить всё. Насте приятно получать подарок, а мне приятно подарок подарить. И на этом я хочу своё видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Субтитры создавал DimaTorzok